Нижнекамская ГЭС 28 апреля 1979 года в 2 часа 30 минут ночи первый агрегат Нижнекамской ГЭС запустили на холостые обороты. 23 года назад в 1956 сюда в набережную Челны на Нижнюю Каму пришли первые гидростроители. Но лишь в 64 году строительство Нижнекамского гидроузла стало набирать силу. Со дна Камы началась выемка первых кубометров грунта. Первый ковш земли вынули из будущего котлована ГЭС. Первый кубометр бетон уложили в ее фундамент. Эти женщины были первыми бетонщицами на строительстве Нижнекамской. Эти парни первыми машинистами экскаваторов земстарядов, первыми монтажниками, шоферами, плотниками, первыми строителями ГЭС. От нас до тех, кто тут сфотографирован, дистанция в полтора десятка лет. Уйма времени по мерке человеческой жизни по нашим темпам. Смотрите, как молодо выглядит Петр Степанович Непорожний, министр энергетики и электрификации СССР, посетивший в те годы стройку на Каме. Осенью 69-го сюда, на берегах Камы, вновь пришли геодезисты, но теперь они предвещали иной размах, иную жизнь этому краю. Началось строительство крупнейшего в мире автомобильного комплекса Камаза. Помолодели древние набережные Челны. Многоэтажные первых зданий поселка гидростроителей забелелось среди степного раздолья. Все силы вновь организованного производственного объединения Кам-ГЭС-Энергострой отвлекли на себя строительство Камаза и города. И все-таки строительство гидроузла на Каме продолжалось. Это очень трудно сохранить лицо гидростроителя, когда у тебя под боком разворачивается другая грандиозная стройка. Тем значимее заслуга татарского обкома КПСС, горкома партии, всех гидростроителей, которые с трудом великим не дали угаснуть строительству ГЭС. Много работы предстоит выполнить в зоне будущего Камского водохранилища. Длина его по Каме составит без малого 300 километров. Надо оградить плодородные земли и нефтяные месторождения Ванюшское, Первомайское, Озерное и другие. В Башкирии новое море разольется по реке Белой вверх на 200 километров. И здесь надо защитить тысячу нефтяных скважин, построить дамбы для ограждения низин. В зону затопления входит много деревень, сел и городов. Среди них Сарапул, Мензелинск, Амзя, Камбарка, курорт Ижминводы, набережные Челны, небольшой, но интересный поселок Тарловка. Здесь школьники из набережных Челнов нашли удивительное и богатое месторождение древнейших окаменелостей рыб и растений. Все это уйдет скоро под воду, и ребята спешат пополнить школьные коллекции. 50% всех затрат от сооружения гидроузла составят затраты на создание будущего моря Камского. Камбарка Камбарка Нехватки рабочей силы, недобору в технике и материальных ресурсах гидростроители противопоставили передовую организацию труда, экономию в большом и в малом, социалистическое соревнование. Здорово выручил бригадный подряд. На фострасчет перешли бригады Зерзиса Гатиновича Юнусова, Василия Николаевича Рябинина. Монтажники Григория Ивановича Колточихина тоже стали работать по методу Слобина. Не десятки, сотни бригад соревновались за скорейшее завершение планов строительства ГЭС. И вот первая большая радость строителей. Миллионный кубометр бетона укладывают сегодня. Здесь те, кто частицу своего сердца отдали строительству. Начальник гидростроя Алексей Алексеевич Бакадоров, начальник производственного объединения КАМГЭС «Энергострой» Евгений Никонорович Батинчук, его заместитель Борис Николаевич Болдырев, заместитель министра энергетики и электрификации СССР Иванцов Николай Максимович, Владимир Александрович Альхеш, главный инженер объединения. И те, кому выпала большая честь уложить миллионный кубометр бетона. Достойных много, но среди них самыми достойными стали юнусовцы. Бригада плотников-бетонщиков Зерзиса Катиновича Юнусова получает заветный ключ. На исходе октябрьской ночи Новый день на рассвете стал Под землею светло и прочно Мне не думать об этом нельзя И не помнить об этом не вправе я Это наша с тобою земля Это наша с тобой биография В ураганной эпохи шквал Нас сегодня зовет за собою Новый день над землею встал Но трубач не расстался с трубою Мне не думать об этом нельзя И не помнить об этом не вправе я Это наша с тобою земля Это наша с тобой биография Анатолий Гидростроители производственного объединения КАМ-ГЭС-Энергострой Постоянно ищут новые пути Индустриализации производства Применение сборного железобетона Один из таких путей Возведение перекрытий в конструкции Гидротехнических сооружений Как правило Осуществляется в сборно-монолитном варианте При этом в качестве несущих конструкций Применяются железобетонные балки Различных профилей На строительстве Нижнекамской ГЭС Отказались от палочной системы Здесь почти все перекрытия Выполнены с использованием Так называемых афопов Несущих армоферм Самоналиченными поясами А это позволило Вести бетонирование перекрытий Любой высотой в один ярус В два-три раза уменьшить Количество монтажных единиц За счет большей ширины нижнего пояса Приблизить расход металла При больших пролетах перекрытий К расходу арматуры При палочной системе Конструкции несущих афопов Разработаны и предложены Институтом Куйбышев-Гидропроект Технологии их изготовления Освоены КАМГЭС-Энергостроем Афопы представляют собой Пространственные конструкции Сформированы из плотских несущих ферм Заготовка элементов афопов Производится на арматурном дворе Затем заготовки подаются На специальный стенд Где и сваливаются по шаблону В пространственные конструкции Верхние и нижние пояса ферм А также частичные раскосы Формируются из арматурных стержней Обеспечивающих расчетную прочность перекрытий Расход арматуры в верхнем и нижнем поясах Иногда превышает расход металла Соответствующий расчетам на данную нагрузку Узны ферм формируются с использованием косынок из листовой стали Изготовленные пространственные фермы Подают на полигон железобетона Где производится омоналичивание нижних поясов Арма фермопакетов На бетонных поясах делают вмятину и лунки Для лучшего сцепления с монолитным бетоном конструкции Транспортируют окопы Специальными прицепами С помощью мощного трактора Или автомашины большой грузоподъемности После установки опопов в блоках бетонирования Выпуски арматуры нижних поясов смежных ферм Перекрываются начальниками После установки боковой опалубки Блок перекрытия бетонирует Блок перекрытия бетонирует На строительстве Нижнекамской ГЭС С использованием арма фермопакетов Забетонированы Перекрытия отсасывающих труб Перекрытия донных водосбросов Верхние конусы спиральных камер Перекрытия спиральных камер Перекрытия помещений собственных нужд Забральные стенки верхнего и нижнего объектов Напорная стенка марш-сала Торовые части отсасывающих труб Так называемые несущие лепестки торов Представляют собой густо армированные Тонкие выпукло-вогнутые железобетонные плиты Жесткие требования при монтаже тора Вызвали необходимость разработки Специальной технологии изготовления лепестков Был изготовлен стенд оригинальной конструкции Стенд ферма представляет из себя Пространственную металлическую конструкцию Палуба которой повторяет проектную поверхность тора Все 11 кассет будущих лепестков тора Заполняются бетонной смесью с верхних торцов После того как палубу стенда смазали огнестойкой Не облывающей с вертикали смазкой эмульсоном Укладывают кольцевую арматуру Пользуясь специальными прорезями в бортовой опалубке Затем монтируют арматуру нижних поясов И объединяют все в единую арматурную конструкцию После сварки ставят опалубку нижних поясов Причем на нижние щиты наклеивают мешковину Исключающую появление цементной пленки К бетонной смеси предъявляют требования Повышенной пластичности, нерасслаиваемости И исключения вибрирования Эти требования обеспечиваются за счет приготовления Литой бетонной смеси на мелком заполнителе С добавлением порошка пентонитовой глины На полигоне бетонная смесь подается в кассеты Специальным ковшом Емкостью 1,6 кубометра Бетон, уложенный в кассете, подвергался термообработке До набора 70% прочности от проектной После снятия тыловой опалубки Кольцевая арматура разрезается Лепестки Тора снимают со стенда Вместе с бортовой опалубкой На специальной площадке они проходят доводку Такая технология изготовления торовых частей Отсасывающих труб позволяет Строго соблюдать жесткие допуски Геометрических размеров Тора Добиться высокого качества лицевой поверхности Тора Добиться абсолютного совпадения Выпусков кольцевой арматуры После монтажа лепестков в блоке Достичь полной комплектности Поставок сборного железобетона Только за счет обеспечения допусков По геометрическим размерам Тора Повышается КПД турбины примерно на 1,5% И получает в год около 88 тысяч рублей экономии Союз коммунистической молодежи Должен быть ударной группой Которая во всякой работе оказывает свою помощь Проявляет свою инициативу, свой почин Ленин У каждого своя магнитка Свой Днепрогэс, своя целина У нас это Камский автомобильный Главная стройка 9-й пятилетки Комсомольцы и молодежь Камгэс Энергостроя Сегодня на переднем крае борьбы за выполнение решений 24-го съезда нашей партии Мы строим КамАЗ И мы построим и завод, и город Задание партии будет выполнено За нами молодость Средний возраст у нас 23 Нас 20 тысяч Комсомольские путевки нам вручила Родина Со всех концов страны Едут молодые парни и девушки Их влечет сюда невиданный размах Удивительная жизнь В ритме которой угадывается прекрасное будущее Нас за год прибыло 12 тысяч И добрая половина приехала по комсомольским путевкам Еще два года назад КамАЗ существовал лишь на бумаге Здесь, в городе набережной Челны В советской Татарии Решено было строить завод Так определила электронно-вычислительная машина КамАЗ ежегодно будет выпускать 150 тысяч грузовых автомашин Промышленный комплекс включает в себя созвездия заводов ТЭЦ, завод электроэнергии, тепла и света Ремонтно-инструментальный Литейный завод Прессово-рамный Автосборочный Завод двигателей И новый современный город на 350 тысяч жителей КамАЗ Это освоение 4 миллиардов рублей И вот два года спустя Нам есть чем гордиться О чем рапортовать В каждой строчке стальных швов В каждой заклепке и каждой гайке стальных конструкций Труд молодых Наш комсомольский ударный труд Дает тепло пиковая котельная Растет главный корпус теплоэлектроцентрали Ремонтно-инструментальный завод Пусковой объект 72-го года Возводится преимущественно руками молодежи Растет стальная громада цеха Серого и Ковкого чугуна литейного завода А здесь на прессово-рамном И автосборочном заводах Будет венчаться труд Огромной армии автомобилестроителей Сердце машины-двигатель Станут собирать на этом заводе Крышу которого монтируют сейчас на земле Встает уже новый город А это юго-западный район Молодеют набережные Челны За последние 4 года В них построено больше Чем за все предыдущие 340 лет Сегодня на стройке создано 110 комсомольско-молодежных бригад 7 комсомольско-молодежных участков 200 экипажей и одно автотранспортное управление Стали комсомольско-молодежными Это четырехтысячная армия комсомольцев Ударный отряд комгессонергостроевцев Здесь в трудностях закаляется воля молодых Мужают люди, становятся характеры Идет битва не только за КамАЗ Идет сражение за нового человека За личность всесторонне развитую Гармоничную, высоко культурную Вот почему они сидят за партами У нас девиз Каждому молодому строителю К концу стройки среднее образование И будет не только среднее Высшее многие получат Уже работает филиал Казанского инженерно-строительного института А скоро построим и сам институт Ушел в историю трудовой 71-й год Первый год 9-й пятилетки Велик был энтузиазм строителей Новые трудовые почины Повышенные обязательства Личные комплексные планы Шерство над пусковыми объектами Воскресники и субботники Все это дела ударные комсомольские Наш поиск Поиск молодых Воскресники и субботники Среди строителей КамАЗа 9 тысяч комсомольцев Каждый год более 200 юношей и девушек Вступает в наши ряды Комсомолец Нам слышится в этом слове Сабельный свист Тревожной молодости наших дедов Мы слышим в нем фанфары Трудовых побед Первых пятилеток И чеканную поступь наших отцов На параде победы Она доносит к нам Ветровой посвист целины Поднятый руками наших старших Сестер-братьев Теперь черед за нами И мы идем Мы станем достойными Преемниками предыдущих поколений Мы умножим их в славу И когда нас так же Как этих парней Станут принимать партию Мы будем того достойны Сегодня выходной Мы живем как все Полнокровно и весело А завтра Снова в бой За КамАЗ И снова наш ударный труд Мы помножим на мастерство А поезд на упорство Молодых строителей коммунизма Мы счастливее очень многих И, пожалуй, богов сильней Если землю творили боги Мы творим города на ней Город на береге живет Городам не страшны года Смелость города берет Смелость города берет Смелость строит города Не зовите нас чудаками Вспомнит кто-нибудь стариков Кто закладывал первый камень Не стареющих городов Город на береге живет Будет он молодым всегда Смелость города берет Смелость города берет Смелость строит города Да-да-да Смелость города берет Смелость города берет Смелость строит города Тот, кто стучит и сердцем скудет, Тот напрасно коптит года. Человек оставляет людям Песни, книги и города. Город нас переживет, Нашу песню свою тогда. Смелость города берет, Смелость города берет, Смелость строит города. Смелость строит города. Сегодня я снова в огоньке про нас. Про нас, строителей этого города, имя которому набережные Челны. Люди до сих пор спорят, откуда такое название. Одним чудятся во тьме лет Челны Степана Разина, Другие видят Чалую цветом степь, что узрели предки на месте будущего города. Третьи в тюрко-язычном слове Чал, то бишь камень, ищут основы названия. Пусть спорят. В спорах рождается истина, а город рождается у нас на глазах. Мы даем ему второе рождение. Про нас, построивших заводы КамАЗа, равным которым нет в мире, вновь написано в огоньке. Про нас, возводящих Нижнекамскую ГЭС. Про нас снова в огоньке пишут потому, что все больше и больше на дорогах страны строится КамАЗа. Смотрите, мы щедрее всех. Мы дарим людям не только города, но и гидростанции, заводы, грузовики. КамАЗа Огонек знаком как журнал-пропагандист, журнал-агитатор. Но вот он открылся перед нами в новом качестве, в качестве делового и непосредственного организатора соревнования. Начиная с 1975 года, авторитетная комиссия журнала Огонева дважды в год подводит итоги конкурса возрасчетных бригад. Каждая встреча творческих работников журнала со строителями производственного объединения КамГЭС Энергострой – праздник для тех и других. И, конечно, это радость для победителей. Бригада Сотова в 1975 году стала первым лауреатом премии журнала «Огонек». Бригада стритеристов Умата Наурбиева тоже завоевала почетный трофей. Константин Альчиков со своими ребятами получил приз «Огонька», работая на возведении заводов «КамАЗа». Потом был Евгений Галак с бригадой. Комплексная бригада Николая Соловьева взяла кубок за верность методу бригадного подряда, за отличную работу на строительстве бройлерной фабрики. Конечно, не только стараниями «Огонька» бригадный подряд пробивал себе дорогу на строительстве. Но заслуги журнала тут бесспорны. Сегодня около 300 бригад работают по-новому, а был их в 1975-м – 124. Ежегодная экономия от внедрения бригадного подряда составляет 1 миллион 30 тысяч рублей. Хорошее дело всегда находит поддержку. Всегда его посев прорастает обильными всходами новых идей и добрых свершений. Раис Киямович Беляев, первый секретарь городского комитета КПСС, горячо одобрил инициативу огоньковцев распространить соревнования в заводских коллективах производственного объединения «КамАЗ». Наши встречи не дань моде. Они взаимно обогащают. Творчество видных мастеров советской журналистики и творческий порыв строителей находит точки соприкосновения. Здесь-то и рождаются замыслы сделать новое, сделать лучшее. Да и нам очень даже полезно в Москве побывать. Традиционными стали встречи в столице. И в этом опять заслуга огонька. Москва всякий раз открытие для нас. Ее площади, ее проспекты, встречи с москвичами, с космонавтами в «Звездном». Разве все это не волнующе? Прекрасные встречи в редакции нашего удивительного огонька. Среди прославленных журналистов, поэтов, писателей и мы, строители, начинаем чувствовать себя причастными к великому источнику творчества. И мы познаем себе новую цену. Начинаем видеть плоды своего труда по-новому, четче и значимее. Не здесь ли происходит слияние двух начал? Труда умственного с трудом физическим. Не здесь ли рождается творческое начало, впитавшее оба первых? Труд каждого, кто приглашается сюда, может послужить источником вдохновения. Расширяется география великих строек, расширяется круг участников встреч в огоньке. Вот уже рядом со строителями КамАЗа сидят строители БАМа. Кто следующий? Такие семинары обязательная составная часть встреч организуемых журналов. Но какое значение имеет совет самого Злобина для тех, кто идет путем проложенном его бригады, всем понятно. Может быть, вот такое общение с московскими строителями, прямое и непосредственное, в остатократ значимее, чем любая брошюра о передовом опыте. Тут, как говорится, из первоисточника черпай опыт. Славен тот, кто идет впереди, тот, для кого труд стал действительно делом чести, доблести и геройства. Нам нужна такая песня, чтоб, как крылья на стенок, чтобы в тысячу оркестров грянуть разом над страной. Ритм ударный, ритм задорный, горячее дня до дня. Поезд, поезд, высе, нормы, но в зима страна моя. Кто сказал про нас, ребята, что нам слава не нужна? Одному доска почета, а другому ордена. Ждет страна одна, три горда, горячее дня до дня. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нету музыки прекрасней, чем мелодия труда. Пусть на пресне и в Тонбассе не смолтает никогда. Ритм ударный, ритм задорный, горячее дня до дня. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Гори, гори ясно, наш огонек, чтобы не погасло пламя соревнования за достойную встречу с грядущим. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ